В России готовятся к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, что в переводе означает «шах» и «мат». Об этом ссылаясь на госкорпорацию Ростек, заявили пропагандисты РИА Новости. Для авиастроителей Checkmate больше известен как Су-75. Я рассчитываю, что это произойдет до конца 2025 года. Да, интересанты есть. И могу сказать, что за эти два года мы собрали и запросы, в том числе внесли определенные коррективы в проект, для того, чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков. Сравнивая Су-75 и тот же F-16, российские эксперты подчеркивают это как «Майбах» и «Жигули». В роли «Майбаха», конечно же, Су-75. Они уверяют, что их новейший истребитель даст фору даже F-35. Правда, на каком основании делают вывод, непонятно. Су-75, он же Checkmate, еще не выполнил ни одного полета, да и в принципе не существует. Впервые Ростех показал свою новинку на авиасалоне МАКС-2021. Тогда же заявили, на базе авиационной платформы, к слову, единственной, создают беспилотную версию, аналогов которой, естественно, нет. Презентацию россияне снабдили красивой картинкой со световыми эффектами и красочными метафорами. Вселенная подчинена шахматным правилам противостояния. Добро и зло – черное и белое. Чтобы победить, нужен год за границей этих грамок. Революционное решение. Решение, способное перевернуть доску. Государственная корпорация «Устик». Буак и компания «Сухой» представляют вам будущее. Здесь и сейчас. Голодость. Интеллект. Мощь. Надежность. Это новый, легкий, тактический истремитель пятого поколения. Это «Черкнет». Сразу после этой громкой премьеры фактически фанерку, но в полный рост, россияне привезли на выставку в Дубае. Пропагандисты захлебывались. Западные эксперты просто ошарашены от увиденного. На самом деле, ошарашены они были от того, как россияне хотели буквально развести своих потенциальных партнеров. А свою чудо-птичку в РФ готовили исключительно на экспорт для стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. ОКБ Сухого якобы, якобы, разрабатывает это по своей инициативе, как это называется, в инициативном порядке за счет там внебюджетных средств. Типа, мы сейчас вот разрабатываем самолет, он по цене 25 миллионов долларов, как они уже заявили, как я уже говорил. То есть цена для такого самолета, ну это, я не знаю, прям совсем-совсем-совсем низкая. Набираем пакет заказов, на эти деньги делаем, доделываем самолет и после этого поставляем его заказчику. Отчего западные эксперты пришли в некоторое такое недоумение. Это вот в стартап, который занимается, не знаю, программированием или разработкой какой-нибудь новой системы полива. Можно вложиться, понимая, что ты рискуешь. Но никто не вложится в систему оружия, которая не просто не готова, а вообще еще не существует как таковая, даже в виде летающего прототипа заплатит деньги, ну скажем, там 25 миллионов долларов он будет стоить, хотя коню понятно, что он будет стоить намного дороже. На рекламу россиян якобы клюнули в Эмиратах, но позже появилось сообщение. Страна приостановила финансовое участие в проекте из-за переноса сроков первого полета. Периодически в российских СМИ Ростех напоминал о своем существовании и грандиозном проекте, декларируя изменения. Но на практике пока что год тому россияне выкатили промо-видео будущего самолета. На нем военный, правда, в иностранной форме расписывает самолет будущего. Более того, в рекламе не существующий в реальности чекмейт гоняется за реальным турецким ударным дроном Акинчи. Посмотрите в будущем с уверенностью. Это не только другая корабля пятой генерации. Это их чекмейт. Переходи на борт. Сирийное производство планировалось начать после 1927 года. Это говорит о том, что в целом, скорее всего, эти сроки будут на сегодняшний день увеличены. И речь будет идти о возможности производства серийного не ранее, чем в 1927, а возможно даже в 2030 год. Кроме того, в условиях действия санкций есть риск, что, в принципе, самолет не сможет производиться. Те характеристики летные и технические, которые по данному самолету заявляются, они на следующий день только расчетные. Потому что пока не будет выпущено первое хотя бы тестировочное самолета, проведены все испытания. Нельзя точно бы сказать, вообще обладает ли этот самолет параметрами и характеристиками самолета пятого поколения, или он все-таки отстает. Даже в российском сегменте интернета полно тех, кто истерически смеется над очередным аналогов нет и роликом о оружии будущего. Заявление же россиян о производстве образцов, к слову, это удочка, которую они закинули в надежде на клев. Сейчас в Дубае проходит авиашоу. Продолжение следует...